МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так как Радио Свобода признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Не менее 14 человек погибли в результате российского ракетного удара по Чернигову. По данным издания «Важной истории», террористы, совершившие нападение на Крокус Сити-Холл, пользовались оружием, которое сравнительно недавно поступило на вооружение российской армии. Парламент Грузии, вопреки массовым протестам, принял в первом чтении закон о прозрачности иностранного влияния, грузинскую версию российского закона об иностранных агентах. Так же сегодня. Если бы Соединенные Штаты были атакованы тремя сотнями баллистических крылатых ракет и дронов, то мы бы мстили. Как минимум, мы бы атаковали базы и сооружения, с которых эти ракеты запускали. Мы бы уничтожили ПВО, атаковавшей нас страны, в данном случае Ирана. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Соединенные Штаты вместе с Израилем должны дать очень жесткий ответ на недавний удар со стороны Ирана. Очередной мощный российский удар по Украине с применением ракет типа «Искандер» пришелся на этот раз по Чернигову. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о не менее чем 14 погибших, среди них трое детей и более чем 60 пострадавших. По данным заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Кулебы, разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, учреждение высшего образования и десятки автомобилей. В провоенных телеграм-каналах появились утверждения, что удар был нанесен по гостинице, где располагались украинские военнослужащие. Украинские власти эту информацию никак не комментировали. Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО, если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была бы достаточной. Написал сегодня в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. Террористы способны убивать только тогда, когда поначалу им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решительность имеет значение, поддержка имеет значение, решительности у Украины достаточно, но ей нужны соответствующая решимость и поддержка партнеров. Написал Зеленский. Тем не менее, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил вчера, что США, НАТО, Европейский Союз не могут оказывать Украине такую же помощь в защите воздушного пространства, какую они оказали Израилю во время недавнего удара со стороны Ирана. Есть вещи, которые нельзя сравнивать. Нужно понимать, что израильская система «Железный купол», которая защищает воздушное пространство, создавалась годами. К тому же она весьма дорогая. Но даже если бы у нас были ресурсы для создания такой системы в Украине, это невозможно сделать за одну ночь. Во-вторых, иранские атаки против Израиля проходили над базами Франции, США, Британии и Иордании. Поэтому эти страны отреагировали в рамках самообороны. В Украине этого не происходит. В Украине нет ни американских, ни британских, ни тем более иорданских военных баз, которым бы могли угрожать российские ракеты. Поэтому аналогичный ответ невозможен. Обстоятельства совершенно другие. Это был глава европейской дипломатии Жозеп Баррель. С аналогичным заявлением выступил и координатор по вопросам национальной безопасности администрации США Джон Кирби. Он также опроверг информацию, согласно которой Иран заранее предупреждал Соединенные Штаты через Турцию, когда и куда он собирается наносить удар в ответ на бомбардировку Израилем здания Иранского консульства в Дамаске. Вот что Кирби, в частности, сказал. Все это категорически не соответствует действительности. Эта атака провалилась, потому что она была отбита Израилем, Соединенными Штатами и коалицией других партнеров, приверженных защите Израиля. Учитывая масштабы этой атаки, намерение Ирана явно заключалось в том, чтобы вызвать значительные разрушения и жертвы. Иранские лидеры запустили так много ракет и других боеприпасов, потому что знали, что многие из них будут сбиты. Цель заключалась в том, чтобы как можно больше таких ракет пробили оборону Израиля. Мы действительно получали сообщения из Ирана, и они тоже получали сообщения от нас. Но никогда не было никаких сообщений ни нам, ни кому-либо еще о сроках, целях или типе атаки. Оборону Израиля укрепила коалиция стран, возглавляемая Соединенными Штатами и работающая сообща. Соединенные Штаты никогда прежде не защищали Израиля от нападения так широко и непосредственно. Это был координатор по вопросам национальной безопасности в администрации США Джон Кирби. Очередное заседание Совета Безопасности ООН было посвящено проблеме ядерной безопасности на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится на оккупированной России территории Украины. 7 апреля ЗАЭС подверглась удару беспилотников. С подробностями заседания Совета Безопасности ООН корреспондент «Голоса Америки» Евгений Маслов. Специальное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской атомной электростанции стало седьмым по счету посвященным вопросам ядерной безопасности в Украине с момента начала российской агрессии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил перед членами Совбеза с брифингом. По его словам, два года войны тяжелым бременем легли на ядерную безопасность Запорожская АЭС и предупредил о возможной аварии. Мы не должны допускать излишней самоуверенности и полагаться на волю случая. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести к минимуму риск аварии. Пять принципов предотвращения ядерной аварии в Запорожье, установленных в этой самой палате, год назад должны соблюдаться. Среди принципов защиты АЭС отказ от ее использования в качестве стартовой площадки для атак или в качестве мишени атак. Также отказ от использования станции для хранения тяжелых вооружений или в качестве базы для военного персонала и обеспечения безопасности источников питания за пределами станции. 7 апреля МАГАТЭ сообщила об ударах беспилотников по ЗАЭС, что стало первым случаем с ноября 2022 года. Эти безответственные атаки должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они значительно увеличивают риск на Запорожской АЭС, где ядерная безопасность уже поставлена под угрозу. Москва обвинила в атаке Украину. В Киеве отрицают свою причастность и, в свою очередь, говорят о провокации. Свои позиции представители России и Украины подтвердили в ходе заседания. Наша страна при поддержке руководства МАГАТЭ прилагает все возможные усилия, направленные на предотвращение угроз безопасности Запорожской АЭС. Нравится кому-то, что станция находится под российским контролем или нет, это другой вопрос. И он не имеет никакого отношения к угрозам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС. Украина прилагает все возможные военные и дипломатические усилия для обеспечения ядерной безопасности, реализуя при этом свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Мы призываем международное сообщество решительно осудить российские провокации на ЗАЭС. Мы подтверждаем, что единственным выходом из сложившейся крайне опасной ситуации является полная демилитаризация и прекращение оккупации ЗАЭС и прилегающих территорий. Сохраняющиеся с учетом войны риски для станции вызывают тревогу международного сообщества. И об этом уже неоднократно заявляли дипломаты в Организации Объединенных Наций. Рафаэль Гросси призвал соблюдать принципы предотвращения ядерной аварии на АЭС, на которых настаивает МАГАТЭ. Он отметил, что работа агентства на этом объекте остается важной, и для ее эффективного продолжения необходим своевременный доступ к станции для оценки ее состояния в дальнейшем. Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Евгения Маслова. А в Израиле продолжается обсуждение того, каким должен быть ответ на удар Ирана с применением ракеты беспилотников, который был нанесен по израильской территории в ночь на 14 апреля и был в целом успешно отражен. Самое распространенное сейчас предположение, что ответ Израиля будет, но будет сравнительно мягким, чтобы избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Тем не менее, бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уверен, что Израиль, США и их союзники должны действовать гораздо решительнее и жестче, чтобы пресечь подобные удары в будущем и не допустить превращения Ирана в ядерную державу. Если бы Соединенные Штаты были атакованы тремя сотнями баллистических крылатых ракет и дронов, то мы бы мстили. Как минимум, мы бы атаковали базы и сооружения, с которых эти ракеты запускали. Мы бы уничтожили ПВО, атаковавшей нас страны, в данном случае Ирана, чтобы наши собственные ракеты и авиация смогли пробиться к целям. И я думаю, мы бы на этом не остановились. Тем более, что в случае с Израилем они не могут заранее знать, не содержит ли очередная запущенная Ираном ракета ядерную боеголовку. Израиль очень маленькая страна. Ее бывший премьер-министр Ариэль Шарон однажды предупреждал о возможном ядерном холокосте со стороны Ирана. Полдюжины ядерных ракет, и Израиль перестанет существовать. Так что я думаю, Израиль находится в своем праве, и совершенно справедливо, что в его немедленных интересах, и, честно говоря, в долгосрочных интересах всего мира, принять решение об уничтожении иранской ядерной программы. Лучше сделать это сейчас, до того, как Иран применит ядерное оружие. Они угрожают своим соседям, угрожают всему миру. Израиль в Иране называют «маленьким сатаной», а США «большим сатаной». Я вижу в этом прямую связь. И, честно говоря, если бы Израиль решил сделать своей целью иранскую ядерную программу, Соединенным Штатам стоило бы его поддержать. Я думаю, что большая война, об опасности начала которой Байден и другие говорят в своих выступлениях, началась 7 октября. Администрация Белого дома отказывается смотреть на регион стратегически. Противостояние Израиля и Хамас в Газе и попытки хуситов нарушить международное судоходство в Суэцком канале и Красном море — это не отдельные эпизоды. Это все дело рук Ирана. Все эти террористические группы обучены и профинансированы Ираном. Иран здесь — кукловод. Вот та большая война, которая уже идет. Вопрос в том, сможет ли Иран и дальше держать Израиль в заложниках, угрожая ракетными атаками. Или Израиль что-то решит с этим сделать. У меня нет сомнений, что израильтяне сейчас находятся под невероятным давлением. Но я твердо уверен, что если бы США подверглись подобной атаке, то не было бы никаких сомнений в том, как бы мы ответили. Так почему мы отказываем Израилю в праве отреагировать так, как отреагировали бы мы сами? Я не могу предсказать, какое решение в итоге будет принято. Но если попробовать предположить, то я бы поставил на то, что из-за давления США будет выбран вариант наименьшей эскалации. Но я бы добавил вот что. Американская разведка с большой долей вероятности предполагала, что субботний удар Ирана по Израилю будет не таким мощным, каким он оказался в итоге. Так что не думаю, что все эти предсказания ответной реакции Израиля хоть чего-то стоят. Но могу только сказать, что, по моему мнению, ответ последует уже в течение ближайших дней. Точно не двух недель, которые понадобились Ирану для подготовки к их удару после атаки на Дамаск. Это был бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 17 апреля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Боевики, устроившие теракт в Крокус-Сити-Холле, были вооружены автоматами российского производства АК-74 и АК-12, говорится в публикации издания «Важные истории». Причем АК-12 – это автомат, который стал штатным оружием в российской армии только в 2018 году. Вот что автор публикации «Важных историях» Никита Кондратьев рассказывает о том, как сейчас устроен черный рынок оружия, существенно разросшийся в России и в Европе после полномасштабного российского вторжения в Украину. Здесь сошлось несколько факторов. На черном рынке до этого в основном продавались автоматы и пистолеты. Это в основном пистолеты, реже автоматы, которые переделаны из охолощенного оружия, куштарным способом буквально в гараже. Теперь достать охолощенное оружие, переделанное, деактивированное из боевого оружейникам и торговцам, сложнее. При этом идет поток оружия, которое сами военнослужащие вывозят контрабандой, либо которое придается в так называемых ДНР и ЛНР, затем закладками почты с попутчиками вывозится. И потихоньку, судя по всему, это оружие будет на рынке вытеснять так называемые СХП, то есть автоматы, которые вернули в боевое состояние, переделав их, выстрелив в штифты из охолощенного оружия. У каждого военнослужащего есть оружие, которое записано в военном билете, и, собственно, это оружие он не трогает. Это оружие он, скорее всего, как только получает, возвращает на склад, или куда-то под замок кладет, а при первом удобном случае он добывает себе трофейное оружие, снимает его с убитого товарища однополчанина, либо с военнослужащего ВСУ, тоже убитого, и воюет с ним. Таких стволов он может себе достать несколько, и часть просто продать на оккупированных территориях, продать местным, продать людям, которые специально по заказу оружейника из Даркнета приезжают, чтобы купить это оружие как попутчик, курьер или подставное лицо, либо, опять же, вывозят через границу, если едут какие-то командировки или вместо постоянной дислокации, и там уже, по выражению, опять же, все того же бывшего военнослужащего российской армии Константина Ефремова, молодые солдаты и сержанты буквально могут, чтобы похвастаться перед своими друзьями дома, продать ствол пацанам с района. Но, опять же, полноразмерные автоматы Калашникова возят крайне редко, потому что они, во-первых, не пользуются спросом, это такой вывоз под заказ может быть. В основном возят пистолеты, иногда гранаты, и если возят автоматы Калашникова, то это КСУ. Автоматы Калашникова со складным прикладом укорочены, потому что они компактные, незаметные, и если человек планирует какое-то зло на территории Российской Федерации или еще где-то, то ему, конечно, выгоднее иметь КСУ, потому что он мобильнее, незаметнее. Ну, если на улицах России наверняка видели такие у сотрудников полиции. На витринах вы, скорее всего, прям боевое оружие не найдете, и если вы предложите торговцу на Черном рынке продать вам боевое оружие, он подумает, что это какая-то провокация ПСБ, если тот сейчас вас проверит, но путем долгих уговоров, переговоров, там, сбивания цены и так далее, можно договориться о том, чтобы вам достали именно боевое оружие, именно той модели, которая вам нужна. Но в случае с террористами, опрошенные нами и торговцы, эксперты, и военные, и наемники склонялись к тому, что, скорее всего, во-первых, АК-12 боевики взяли случайно, да, это то, что было в данный момент в ассортименте, скажем так, и достали они, скорее всего, их натурально из-под полы. Следствие уверяет, что через Дагестан шло это оружие, что, как бы, вполне вероятно, потому что на Кавказ, в том числе, идет от военнослужащих большой поток контрабанды, и там уже можно договориться найти и достать боевой автомат из рук в руки. Это был журналист издания «Важные истории» Никита Кондратьев. Время свободы. Парламент Грузии, где большинство сейчас составляет фракция партии «Грузинская мечта», принял в первом чтении закон о прозрачности внешнего влияния, который оппозиция считает точной копией российского закона об иностранных агентах, принятого в 2012 году. За проголосовали 83 депутата, а поскольку оппозиция в полном составе бойкотировала голосование против, не голосовал никто. Тем не менее, оппозиционеры обещают продолжить борьбу и обращаются к западным партнерам Грузии с призывом жестко отреагировать на попытку, возглавляемой миллиардером бензиной Иванишвили грузинской мечты, установить в стране, как они считают, пророссийский автократический режим. С подробностями Георгий Кабаладзе. У здания парламента продолжается противостояние между демонстрантами, выступающими против закона о прозрачности внешнего влияния с одной стороны и частями специального назначения МВД с другой. В акции протеста участвуют все оппозиционные политические партии, несмотря на разногласия по другим вопросам. Кроме того, против закона выступает абсолютное большинство неправительственных организаций, даже те, которые не имеют никакого отношения не только к политической, но и гражданской активности, занимаются лишь помощью пострадавшим от стихийных бедствий, жертвам семейного насилия, лицам с ограниченными физическими возможностями. Тем не менее, они считают, что принятие так называемого русского закона в конечном итоге приведет к ограничению, а затем и к запрету деятельности всех неправительственных организаций любой направленности. В первую очередь, конечно, неправительственных организаций, занимающихся правами человека, наблюдением за выборами и коррупцией во властных структурах. Правящая партия «Грузинская мечта», судя по всему, полна решимости принять закон во втором и в третьем чтениях в течение нескольких недель. Лидеры партии власти не скрывают. Их главный мотив – помешать оппозиции использовать неправительственные организации в качестве инструмента в ходе решающих парламентских выборов, намеченных на октябрь текущего года. Накануне в ходе стычек у здания парламента полиция задержала 11 активистов. Президент Грузии Соломе Зурабешвили направила специальное письмо президенту Франции Эммануэлу Макрону с просьбой вмешаться в развитие ситуации. Напомним, что Зурабешвили карьерный французский дипломат. Она родилась и выросла во Франции. Другое письмо глава грузинского государства направила председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, призвав президента Мишеля рассмотреть на ближайшем заседании Европейского совета с участием глав государств и правительств ЕС вопрос о нарушении грузинскими властями своих обязательств перед Европейским союзом. Как известно, в декабре прошлого года Грузия официально получила статус кандидата в члены ЕС. О том, насколько реальны санкции в отношении правящей партии «Грузинская мечта» со стороны США ЕС, в интервью «Радио Свобода» рассуждает бывший госминистр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарейшвили. Санкции можно последовать, скорее всего, от Вашингтона более реально. Там личные индивидуальные санкции Вашингтон больше с охотой, скажем так, накладывает. И от Вашингтона, я думаю, что может быть такое, потому что явно то, что делает грузинская власть, это в разрез интересов грузинского общества, в разрез против грузинской демократии, люди, которые защищают. Америка все-таки форпост демократии. У них есть моральное и право, и обязанность защищать демократию, так, где она существует в естественном виде, как у Грузии. Поэтому, конечно, я допускаю на индивидуальном уровне какие-то санкции, в вопросах ВИЗ или финансовых операций по отношению американских банков и так далее, не исключено. Но какие-то боли против государства или против властей, как таковой, я думаю, что санкций все-таки не будет, потому что внутренние дела Грузии. Против правительства вряд ли будут санкции, но против индивидуальных людей, скорее всего, персон будет санкцией. Так, по поводу передвижения их, их семей, чтобы они почувствовали, что Западу неприемлема их индивидуальная, скажем так, политика. В среду экс-президент Михаил Саакашвили выступил на своем судебном процессе прямым включением из больничной палаты клиники «Вивамеди». Бывший президент призвал участников акции протеста сплотиться, не уступать и бороться до конца. Саакашвили не исключил, что в будущих выборах оппозиция будет участвовать единым фронтом, единым избирательным списком. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси. Ну и напоследок поздравление с днем рождения. Год со дня начала работы отмечает сегодня издательство Freedom Letters, успевшее за это время выпустить немало интереснейших книг, многие из которых в современной России напечатать было бы невозможно. Я беседую с основателем и руководителем издательства Freedom Letters Георгием Урушадзе. Георгий, я думаю, я был одним из первых, кто брал у вас интервью год назад по поводу создания проекта Freedom Letters, но я должен признаться, я представить себе не мог, какого размаха достигнет этот проект, но я все-таки хочу попросить именно вас рассказать, сколько книг за это время удалось издать и как это удалось. Я собирался посчитать как раз чуть-чуть позже. Где-то 135 или 140 проектов, это аудиокниги, электронные книги, бумажные, мы за этот год сделали нашей волонтерской командой. То есть у вас работают волонтеры, я знаю, что у вас нету какого-то отдельного офиса. Что за команда, можете ли вы рассказать, как вы ее собирали и сколько, может быть, человек участвует во всех этих проектах? Я команду не собирал, она пришла сама, просто откликнувшись на мой призыв. Есть художники, есть корректоры, есть редакторы, есть наш замечательный технический директор Владимир Харитонов, без которого бы, конечно, мы не смогли бы ничего сделать. Вот примерно так. Ядро команды очень небольшое, буквально несколько человек, но люди приходили на отдельные проекты или оказывают какую-то сильную помощь чем-то. Помогли, например, с распространением в каких-то городах и так далее. У нас сейчас тиражи печатаются сразу во многих местах мира. Это и Америка, это и Латвия, это и Грузия, это и Казахстан. Несколько книг мы сделали в России. Те, конечно, которых не испугалась типография. В общем, работаем. А как вам удалось привлечь, в том числе и известных, еще до войны российских писателей, к тому, чтобы они издавали книги у вас? Помогло ваше участие в свое время в премии «Большая книга» или именно этот проект их привлекал, на ваш взгляд? Помогли, конечно, какие-то знакомства. Если, условно, я бы не знал раньше Быкова, наверное, Быков бы не доверился. Но вообще здесь играет роль, конечно, такое доверие автора. И я очень благодарен тем людям, которые нам доверились, доверили своих детей, то есть книжке. И мы, конечно, стараемся и делаем для них максимально все возможное. Ну, в течение года я брал у вас интервью по поводу проекта «Непоследнее слово» — это сборник последних слов на судах по политическим делам в России. Очень важный, на мой взгляд, проект. Но для вас из того, что издано, есть ли какая-то особая книга, что-то, чтобы вы бы выделили? Да, сборник «Непоследние слова» действительно для нас очень важный. И мы после смерти Алексея Навального издали вторую редакцию этой книги. Есть книга Ильи Яшина «Сопротивление полезно». Есть книга, которую я очень люблю, написал ее 22-летний парень, о том, такая немножко антиутопия, но на самом деле это уже практически нынешняя российская реальность, о том, как иноагентом в России объявляют Бога. Очень смешная и глубокая книга. Есть книга, которую я сейчас редактирую, она написана под бомбами в Мариуполе. Я прямо плачу, когда ее читаю, и она просто лично для меня какая-то очень важная. Я не могу назвать какую-то одну книгу, которая, вот, знаете, вот наше все. Есть Визет Быкова, есть замечательный сборник стихов Быкова. Мы вообще как-то ударили, что называется, поэзией. У нас за 11 месяцев, наверное, существования издательства вышло 14 книг поэтических, в том числе сборники украинской поэзии современной, называется «Воздушная тревога». Тоже для меня очень важная книга. В общем, одной нет. Есть масса книг, которые интересны, нужны, важны, фиксируют сегодняшнюю нашу реальность, помогают пережить ее. В общем, на сайте нашем freedomletters.org можно посмотреть просто весь этот список и выбрать что-то себе по душе, если кто хочет что-то почитать. Ну и, не удержусь от вопроса, хоть какую-то прибыль такой проект, как Freedom Letters, может приносить? Если бы не волонтерская помощь, мы бы, конечно, давно закрылись, потому что никаких моих денег, которые вот сейчас идут на этот проект, не хватило бы на такие объемы. По-прежнему у нас нет никаких грантов, никаких донатов и так далее. Живем вот и выживаем, что называется, на свои. Прибыли, ну, как современные книгоиздания, вообще не про прибыль, тем более вот в нынешних условиях. Есть книги, которые действительно хиты, которые очень активно покупаются, которые прямо бьют рекорды продаж. Но большинство книг, они убыточны, потому что, ну, для того, чтобы окупить такую книгу, нужно, чтобы она была куплена 7 тысяч раз. И это в нынешних условиях довольно много. Поэтому каждому нашему покупателю я благодарен. Они делают не только полезное дело для себя, покупая себе какие-то нужные книжки, но и полезное дело для нас, давая нам какую-то энергию, какой-то ресурс, моральную возможность издавать что-то дальше. Я беседовал с основателем и руководителем издательства Freedom Letters Георгием Урушадзе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин